А теперь более подробно. Нормы ГТО возрождаются. Сегодня в Красноярске презентовали их аналог Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс. Это стандартные нормативы для учащихся, например, подтягивания, бег на 60 и 100 метров. Для взрослых нормы разработались градации. Каждые пять лет человек будет сдавать разные упражнения. Для кого нормативы станут обязательными и как внести свои предложения в спортивную программу, узнавал Александр Ловицкий. Главная цель Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса создать систему воспитания учащихся и приобщить к регулярным занятиям спортом взрослых. Сегодня в Красноярске презентуют и испытывают новую систему нормативов. По сути, речь идет о возрождении норм ГТО. Именно их взяли за основу. Сегодня вместе со спортсменами-испытателями подтягиваются, прыгают в длину и не только губернатор, первые лица края и главы муниципалитетов. На собственном опыте они пытаются понять, насколько выполним современный аналог ГТО. Советская же система нормативов, готов к труду и обороне СССР, была основана в 1931 году и просуществовала до начала 90-х. Она предполагала пять возрастных ступеней. Сдача нормативов подтверждалась особыми значками и была обязательна для студентов и школьников. По такому же принципу сделали и новую систему, приспособив ее под современные реалии территориальные особенности. Вот только дело это будет добровольное. Те виды, которые сдаются сегодня, они могут выполняться в любой местности. И любой школьный спортзал, он приспособлен для того, чтобы эти нормы сдавать. Конечно, в Овенкии больше развиты национальные виды спорта, но общероссийские, я думаю, мы будем пропагандировать и будем их показывать. Есть набор вещей, которые нужно знать. Допустим, по типу позиций. Ну, бассейна нет правил, где я плавать буду. Плавать не буду, какой-то другой норматив будет заменено. Но тоже, я считаю, очень хорошо. Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс, сокращенно ВФСК, предполагает уже девять возрастных ступеней. Пять для учащихся до 18 лет в них будут входить основные образовательные нормативы. Остальные четыре категории для взрослых. В каждой возрастной ступени свои упражнения. Вот что говорят спортсмены, испытавшие комплекс на себе. Каждый человек способен. Для каждого, например, для каждой ступени дают же определенные рамки. И каждый, мне кажется, сможет сдать нормативу. Нормативы так сделаны, что их выполнить может любой желающий. А вот потом совершенствовать может быть золотой значок второй степени, первой степени. То есть, как бы все равно, вот это те, которые массовые, могут принять участие массой и сдать, в принципе. А потом должно быть и спортивное мастерство. Создать комплекс предложил президент России Владимир Путин. Разработать его концепцию и сами нормативы для всей России он поручил рабочей группе во главе со Львом Кузнецовым. Власти рассчитывают, благодаря нормативам уже к 2020 году 40% всего населения страны будет регулярно заниматься спортом. А это значительно снизит заболеваемость, а также повысит трудоспособность и продолжительность жизни россиян. Чтобы вовлечь в занятия спортом как можно больше людей, власти будут стимулировать тех, кто сдаст нормативы. Возможно, это будут некие льготы, дополнительные баллы за ЕГЭ или скидки на госуслуги, говорят парламентарии. Поучаствовать в обсуждении стимулирующих мер, выборе названия комплекса или, возможно, добавить в него что-то свое может любой желающий. Для этого специально разработали сайт www.troynoiaw.ru. Сам же комплекс постепенно будет вводиться в течение ближайших трех лет. Александр Ловицкий, Андрей Шалаков. Новости.